Всем привет! Это очень короткий урок про то, как можно сохранить какие-то элементы с вашего плейса и потом вставить их в новый плейс. Я расскажу про два способа. Есть такой способ, самый правильный. Например, мы хотим вот этот элемент с гуишкой и так далее сохранить и получить его на новом плейсе. Так, вот я его сдвинул и увидел, что кнопка оказывается у меня находится не в нем. Давайте кнопку перенес. Теперь, если я буду двигать эту модельку, то она двигается с тем, с чем нужно. Итак, я хочу сохранить вот эту модель. В Explorer нажимаем правая кнопка на том, что хотим сохранить. Давайте усложним задачу. Так, а я вот посмотрел, что у меня PEPPIT тоже попал. Так, PEPPIT переносим сюда. Все нормально теперь, да? Так, итак, усложняем задачу. Я хочу сохранить не только вот эту модель, но эту модель и какой-то столбик. Например, колонна номер один. Вот она, колонна номер один и модель. Вот они у меня, выделены две. Как выделить сразу несколько? Помните? Зажимаем клавишу Ctrl и не отпуская Ctrl кликаем мышкой по элементам. Один клик это добавить, второй клик по этому же элементу убрать. Так, а если хотите сразу много элементов выбрать, то кликаем без Ctrl, без всего, на любой элемент, с которого начать. Теперь держим клавишу Shift и не отпуская клавишу Shift кликаем левой кнопкой мышки. Видели? Выделили сразу несколько элементов. Мы можем их теперь скопировать, удалить и так далее. Итак, возвращаемся к нашей основной задаче этого урока. Я хочу эту модель сохранить и допустим вот колонн номер один, столбик номер один. Нажимаем правой кнопкой на выделенном элементе и делаем Save to File. Так, ну и давайте, например, вот на рабочий стол пишу, можно по-русски написать, чтобы вы не путались, модель и столб, столб один. Сохранили. Окей. Теперь, допустим, запускаем Roblox. Этот не закрываем, потому что я вам еще один способ сейчас покажу. Открыли еще один Roblox Studio. Надеюсь, у вас... Ну, для этого способа, кстати, который я сейчас показываю, не обязательно открывать еще один Roblox Studio. Давайте создадим какой-нибудь Place нулевой. С Base Plate там ничего в нем нет. И делаем просто Workspace, куда мы конкретно хотим вставить наш элемент. Правая кнопка и делаем Insert from File. Вставить из файла. У вас может быть несколько папок. В одних папках вы, например, храните элементы интерфейса, гуишки и так далее. В другой модели, в третьей NPC. Итак, только что сохраненный наш файл вставил. Пожалуйста. Отлично. На новом Place появились эти элементы. Так что можете сохранять вместо Toolbox и хранить в своей библиотеке. А давайте теперь воспользуемся простым способом, без файлов. Дело в том, что я, когда писал прошлый урок, точнее готовился к записи нового, я уничтожил некоторые заготовки. Дело в том, что я не делал паблиш игры, а я сохранил Place в файле. Вот у меня какой-то элемент есть GUI, который я делал со скриптом. Я хочу его сейчас из файла. Вот здесь у меня открыт файл. Прямо здесь вверху написано. Видно, что файл. А здесь просто название. Это означает, что я открыл Place из облака Roblox. Открываем GUI стартовую. Вот у меня вот этот текст лейбл. Я делаю правой кнопкой и просто копирую. Ctrl-C. Здесь открываю. Нужный мне Roblox Studio. Тоже стартовый GUI. Main Screen GUI. Я в Main Screen GUI хочу эту кнопочку вставить. Делаю теперь правая кнопка. И так, где? Paste into. Значит вставить в. Я не использовал никакой файл. У меня вставился элемент GUI. И вот смотрим. Вставленный там и скрипт вместе с ним тоже вставился. Все отлично. Теперь я могу это сохранить. В Roblox, например. И проверить. Давайте я закрываю текущий Place. И пытаюсь открыть. Так. Recent. Пытаюсь открыть. И смотрим. Появился ли у меня элемент. Да. Вот он. Все сохранено в облаке. Надеюсь вам такой простой совет. Который конечно многие знают изначально. Но многие не знают новички. Надеюсь вам он пригодится. Итак. Ставим лайки. Подписываемся. Шлем донаты. Ждем следующих уроков.